У нас сегодня в гостях известный профессор, доктор исторических наук Гарсаев Леич. Он у нас был уже в гостях, и мы его прогласили второй раз на цикл передач. Я думаю, профессор еще к нам придет. Конечно. Но сегодня у нас разговор будет, если раньше бы говорили о чеченской папахе, головном уборе, то сегодня речь у нас пойдет о чем? О черкесске, о бурке, воинском снаряжении. И мы акцентируем внимание на правилах ношения элементов одежды. Первое. Прежде чем мы начнем разговор, я бы хотел задать вопрос. Мне его прислал мой подписчик из Хасавюрта. Он спрашивает. В 1865 году из Хасавюрта в Турцию уехали Гязи Мехмед и жена Гязи Урче. Они из Лам-Эхки. Он спрашивает. Он спрашивает, где-нибудь в этих краях, Турции, Сирии, Иордании, там ты встречал людей из этого племени? Акинцы, в общем, подразделяются на Лам-Эхки, то есть горные Акинцы, Чухар-Эхки, внутренние Акинцы и Ара-Эхки. Это дагестанские Акинцы. Мне очень хорошо известны Дурденеки. Они являются братьями Хаженеки. Представители этих тайпов проживают преимущественно в Турции. Я с ними встречался, имел беседу, они знают свою родословную, значит, имена семи отцов, семь колен, принимают активное участие в общественной жизни, политической жизни Турции. То есть они являются такими креативными людьми, гражданами Турции. Я хотел из истории один случай привести, факт. В Гехинском лесу был убит генерал Слепцов, где-то в 40-х годах 19-го столетия. Вот как раз это касается Хаженеки. Хаженеки, Дурденеки, я еще раз напоминаю зрителям и слушателям, что они близкие родственники. Генерала Слепцова убил, вот представитель Хаженеки, имя я не помню. Это очень такая известная, популярная фамилия среди Окинцева. Спасибо, я думаю, основательно ответил на вопрос нашего подписчика. Теперь давай поговорим о чеченской одежде, мужской одежде. М12-й-х годы. gram, некоторым DOMIN�. CONSULTURI Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 На всех этих историй гражданху на Крыму реализуются solo, у нас есть тем, что к параметра, родители и родители и родители. А я сказал, что эти человек, которые не помогли ясной, потому что некоторые nombreux работают в живописи, в моем межне-воспитании, в учебнике, в моем межне-воспитании. Если вы в межне-воспитании, то они не помогут себе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...